Привет, друзья! Вы на канале Кефир. Сегодня мы на даче. Очень теплый, по-летнему, прям теплый день. Приятный ветерок, лес кругом. Готовим мы сегодня самое обычное блюдо. Не какое-нибудь вычурное, салаты там. Нет, самое, что ни на есть, дачное, простое блюдо. Это шашлык, это вкусный салатик с огурцов и помидоров. И самый гвоздь программы – это мятый картофель. Мы его приготовим в духовочке. Погнали готовить! Соседи проехали. Начнем мы с картошки. Картошку мы взяли молодую. У нас, конечно, она еще не выросла. У нас картофель из Израиля. Отварили. Что нам нужно сделать? Ложим картофель на лист и давим. У нас толкушки нет. Вот я вот обычной кружечкой. Уже красиво. Дальше берем соль. Ну и присаливаем. Соли по вкусу. Дальше берем тимьян. Аромат. И просто листики. Аккуратненько, без стебельков. У нас тут, как всегда, опять ветер. Все разлетается. Так, стебельки попадать не должны. Так, наверное, еще чуть-чуть и хватит. И фенолочка наша, это сливочное масло. Смазываем наш картофель маслом. Все, я его ставлю в духовку минут на 20, чтобы появилась золотистая корочка, примерно на 180 градусов. Пойду поставлю. Картошка в духовке. Я пока займусь приготовлением салатчика. Салат самый простой. Самый мой любимый. Огурцы, помидоры. Лук и зелень. Все это в сметанке. Помидорки сильно мельчить не надо. Кладоножку тоже не вырезаю. Она здесь маленькая и в ней самый вкус. А то, если вырезать, останется только цвета. Помидорок достаточно. Теперь режем репчатый лук. Можно, конечно, было взять зеленый. Я почему-то больше люблю именно с репчатым луком. Зелень у нас будет укропчик. Тоненько нарезаем полукольцами. Ах, красота. Думаю, этого хватит. И красиво распределяем. Скажите, правда ж дачный обед? Салат, шашлык, картошка. Что можно пожелать лучше на даче? Укропчик нам еще понадобится. Когда картошка будет почти готова, я немножко порежу, подсыплю сверху. Для аромата. Пошел за ложкой. Будем перемешивать салат. Так, сметанку я взял жиденькую. 10% Салат сильно густая не нужна. Сметанки люблю побольше. Почти пол баночки. Ну и аккуратно перемешиваем. Просто блаженство. Кажется, я кое-что забыл. Самое важное. Без чего любой салат, не салат, нужно немножко подсолить. Еще одно блюдо, которое мы сегодня будем делать. Поскольку мы делаем шашлыки, у нас будут угли. Сделаю кабачки-гриль. Сделаю немножко по интересному рецепту. Вчера отмечали день рождения жены. Именно так я и сделал. Всем понравилось. Все заценили. Колечко, это уже банально. В этом, кстати, рецепте подкупает его простота. Я, честно говоря, поленился, потому что готовили очень много. Лень было уже что-то выдумывать, поэтому я взял просто кабачки, нарезал, выложил на решетку, полил масло, надобавил специи. И все. Получилось намного вкуснее, чем маринуешь. Так, все, к сожалению, не поместились. Так будет достаточно. Закрываем решетку. Хорошенько поливаем оливковым маслом. И посыпаем солью. Солью тоже можно не жалеть. Сильно внутрь она не проникнет. Все, сейчас нанизываем шашлычки. Идем жарить. Да, кстати, забыл вам сказать про маринад шашлыка. Я такой же маринадик делал. Можете посмотреть у меня на канале. Ссылочку я оставлю. Так, шашлычок жарится. Кабачки на гриле. Ну все, встретимся на дегустации. Друзья, смотрите, все готово. Вкуснейшая картошечка. Сейчас все попробуем. Это просто. Молодой картофель. Всегда молодой картофель. Очень рад с ним каждый год встречаться, знакомиться заново. Салатик. Тут без слов. Он выигрышный. Так, и наш вкусный, сочный шашлычок. Похоже, у меня никогда не надоест. Вкусный, сочный. Обалдеть. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Готовьте по моим рецептам. Это вкусно, это быстро, и это по-дачному. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok